Сковородку старую принесли мне. У меня, помню, у родителей сковородка была. На ней было все вкусно и ни черта не пригорало. Сейчас ножом маленько сцарапал, а было вот все вот так. И внутри так же вот здесь было. Сейчас я буду чистить дальше. У меня и дрель, вот это моя ровесница. Я ее купил как-то давно, еще с рук прижили какие-то алкаши. Не знаю, спер ли они или нет ее. И я ее купил. Так вот, на всякий случай, потому что было очень дешево. Это было давненько уже. Это получается моя ровесница. Вот в Советском Союзе все-таки делали что-то. На сухую жару, но видно. Вот такая сковородочка у меня получилась сейчас. Тут гладенькая ее пасты Гоя еще на шорпал. Не знаю, таких сковородок сейчас не купишь. Сейчас таких мы чугунную сковородку купили как-то. Написано чугунной сковородкой. Стоит-то немало. Вот такая дрянь оказалась полная, вот современная. Она, допустим, и там пища постояла маленько. Какой-то запах появляется такой металлический. Короче, нету сейчас ни хрена, блин. Вот старые сковородочки еще можно найти где-нибудь в деревне. И как бы вкус такой, какой-то хороший вкус детства, наверное. Таких сковородок на самом деле не купишь сейчас. Так вот. Вот какие зайчики от этой сковородочки теперь. Смотрите. Как? Её красота, да? Так, вот мы пожарили картошку, да? На этой сковородке, которую я почистил. Вроде когда чуть-чуть там что-то начинает пригорать, да? Но смотрите, оно постояло. И не надо, не надо ни скоблить, ни замачивать, я не знаю. То есть чистится, моется. Вот так вот само отошло. Но если не полениться, конечно, вот эти места было здесь по, это, пастой Гоя, наверное, подшлифовать может быть даже это. На дрель-насадку другую. У меня с собой нет ее здесь. Чтобы ее еще зеркало сделать лучше. Тогда никакой тефлон не нужен. У них еще и металл другой. Не дает никакого послевкусия, привкуса. Сейчас я говорю, что мы покупали дорогие сковородки, чугунные якобы. Но это все, это в сравнении не идет с теми старыми сковородками.